добрый день уважаемые рыбаки ну что на дверь заканчивается июль завтра уже начинается август ну я хотел бы с вами поговорить о лунном прогнозе клёва если вы забрались на рыбалку то конечно ничего вас не остановит ни жара не холод не экстремальная жара которая сейчас наступила ну а вот для рыбы погодные условия это конечно очень важный фактор фактор который принципе обеспечивает нормальное питание для рыбы ну и наличие или отсутствие клёва мы как рыбаки конечно прогнозируем рыбалку выбираем какое-то место какие-то насадки на что будет лучше клевать рыба ну и я хотел бы с вами поделиться теми прогнозами клёва которые я нашел на просторах интернета я хочу просто сегодня сравнить два сайта один сайт о рыбе точка ком а второй сайт с дома рыбака ну из них вы видите что первая неделя августа с 1 по 7 августа на одном сайте показан великолепный жор рыбы ну а на втором сайте показано что первого числа будет такой себе клёв неплохой но и не не очень хороший и вся неделя будет отличный клёв а вот воскресенье опять таки неплохой клёв но и не не шикарный в принципе в этом отношении самосайты между собой похожи но я считаю что можно как-то более-менее их и придерживаться целого в это время клюет у нас и карась и карп клюет значит в основном насадка у нас на днестре как вы знаете горох на горох при хорошей закормки клюет и карась и карп и эта неделя августа ну считается самое лучшее для того чтобы выехать на рыбалку ну конечно все кто-то скажет что луна это все это ерунда на рыбу в основном влияют односвердное давление температура воздуха облачность осадки направление скорость ветра воздействие этих факторов конечно очень велико на наличие или отсутствие клёва в эти дни стоят самого конечно ясно и погожие дни очень жарко рыба в это время прячется или максимально глубоко ну или уходит в тень это хорошо сама видно вот когда вот на речке сна сидишь и тени это дерево падает на воду и вот эти не сама можно неплохо ловить рыбу ну или надо искать глубокие места сильно влияет на клёв рыбы конечно и ветер если в жаркую погоду подует северный ветер это неплохо сказывается на клёв рыбы так как сама вода очень очень теплая и поэтому приход холодной воды за способствует улучшению клёвого усиление клёвого всех видов рыб очень плохо конечно когда за день меняется скорость и направление ветра резкая смена направления ветра это отрицательно влияет на клёв и и очень конечно плохо когда ветер полностью отсутствует вы сами наблюдали наверное если полное безветрие то и клёва практически тоже нет ветер должен быть также само очень сильно влияет атмосферное давление на клёв рыбы при стабильном давлении рыба клюет намного намного лучше это при при пониженном давлении рыба получается опускается нижние слои воды а при повышенном верхние неплохо ловится рыба когда давление плавно понижается в течение дня это за это вот классно а вот когда вот резкие скачки свои два давления что вверх что вниз очень плохо отражается на поведении и клёве рыбы наверное замечали что даже если давление высокое но она стабильно высокое давление на протяжении не нескольких дней то и клёв стабилизируется потому что рыба адаптируется к этому давлению она уже чувствует себя более-менее нормально и начинает питаться в обычном режиме ну а луна луна находится близко к земле она несомненно влияет на клёвчатую рыбы и не только рыба на влияние на человека и на все живые организмы на земле на новолуние и полнолуние ну как говорят обычно приходится самый плохой клёв рыбы ну бывает исключение на собой что в полнолуние очень даже неплохо ловилась рыба в общем из того что я сказал можно сделать только один вывод если вы запланировали ехать на рыбалку надо ехать на рыбалку и не смотреть ни на давление не на полнолуние или новолуние надо просто ехать и ловить рыбу так что друзья будьте здоровы хороших вам улов пока пока